Песня без баяна, какой же завтрак без Роксаны? Яйца я вам подаю, я ассистирую, а ломать, да, это вы и все не делаете, я только помощник. И сколько нужно яиц для омлета? Ну, в принципе, мы делаем восемь. Восемь? Это на большую семью, да? На большую-большую семью. Восемь. Восемь яиц. А скажи, пожалуйста, вот я вижу такая квадратная. Это специальная такая сковородка? Да, специальная. Да? Да. А вот если круглая сковородка, то нельзя? Нет, просто стовые формы сделать, японские. А, японские формы. Да. Скажи, пожалуйста, а мы готовим на каком масле? На растительном? Да. На растительном масле? А скажи, а солить надо? Сейчас соль, висос, это специальный соль, висос. Соль, висос продается, но висос добавляет соль, сахар, еще саке и японские приправы. Да. Японская кухня загадочная и притягательная. И чтобы понять, какое место в жизни японцев занимает таинство кухни, нужно обратить внимание, как он объясняется в любви девушке. Он прикладывает руку не к сердцу, а к животу, считая, что душа человека находится именно в желудке. Японский омлет, это сладкий очень. Сладкий. Теперь что делаем? Отпишись, посудили. Мы когда раскалили масло, со сковородки вылили, и осталась практически она сухая. Наливаем, как в прошлый раз, как в прошлый раз, если вы запомнили, там тоже такими маленькими порциями наливали омлет делали, тонко-тонкими такими листочками заворачивали. Вот это нужно подкидывать, чтобы перевернуть. И перевернуло. Так, теперь что делаем? Опять сюда наливаем вторую. Палочками. Вот это потрясающе. Не раздавить. Какая красота появилась. Горячий, поэтому осталось. О, случилось. Если у меня это получится, я попробую дома, если получится, то я буду есть эти омлеты утром. Днем и вечером. Днем и вечером.